Подготовка к выступлению начинается заранее. Нужно проверить аппаратуру, чтобы все звучало как надо. Пожалуйста, еще раз концовочку. Звукорежиссер настраивает баланс, чтобы каждый голос хора звучал на всю мощность и не терялся. На микшерном пульте я выстроил ровность звучания, чтобы в верхи, середина и низы все было слышно, а ничего не выделялось. Готовятся и сами участники. Все костюмы должны быть в идеальном состоянии. Но главное – голос. Перед концептом обязательная распевка. Сегодня хор ветеранов войны и труда «Сударушка» выступает в колледже «Энергия». Это уже пятая точка в большом гастрольном туре. Солистка, сопрано, Любовь Смирнова в коллективе уже два года. Но каждый раз перед выходом на сцену волнуется. Все боюсь ошибиться, все боюсь забыть слова. Особенно если паника, забываешь слова. Но это не только у меня. Между прочим, у Пугачевой тоже. Она один раз забыла слова. Вечера неторечкою сгонка Передем до моего домозна Сегодня в программе более десяти песен. В основном русские народные. Зрители – студенты колледжа. Каждое выступление встречают аплодисментами. Приятно послушать песни, которые звучали несколько десятилетий назад, которые пели нам бабушки, наши дедушки, которые мы любим, которые любит любой русский человек в принципе. Выступление в колледже «Энергия» – это часть проекта «Наследие». Готовились почти два года. Хор «Сударушка» уже побывал в четырех школах Риотова. Мы очень боялись этих выступлений. Но самое, что было, когда мы выступали, нам кричали «Браво!» И не просто, никто не заставлял ничего. И в зале была очень большая зима. Очень тихо. И слушали очень внимательно. Проект продолжается. В течение двух недель хор «Ветеранов войны и труда» посетить с концертами все школы города. Владислав Момот, Александр Попов для РТВ.